Как обычно и бывает, февраль и март 2016-го оказались скорее репетицией, разогревом перед двумя самыми жаркими месяцами первой половины игрового года. Doom, Overwatch, Total War Warhammer, Mirror's Edge Catalyst, Dark Souls 3, Uncharted 4, The Banasaga 2, Quantum Break… Когда все это проходить, категорически непонятно. Но сейчас мы, пожалуй, пробежимся по семерке главных релизов прошедшего марта и рассмотрим под лупой, насколько удачным получился этот месяц. Far Cry Primal Не секрет, что последние несколько лет одним из самых излюбленных развлечений компьютерщиков стали сэрвайвалы, которые плодятся в Стиме со скоростью штамповки техники на китайских заводах. И, к сожалению, большинство из них мало того, что существуют лишь в формате бета-версии, так и по качеству не выше той же стереотипной китайской продукции. Когда Ubisoft анонсировала Far Cry Primal, все, конечно, понимали, что никакого элемента выживания в ней не будет и в помине, хотя именно тут он напрашивается как ничто иное. Однако, если февральский релиз на приставках, в общем-то, ругать не за что, для консольной аудитории как раз игра как игра, то открывшая март все такое же казуальное, попсовое и рудиментарное PC-издание вызвало исключительно усмешку. Как вы знаете, с недавних пор в Стиме доступна бета-версия режима выживания для Fallout 4, задача которого — сделать происходящее в игре более реалистичным. Конечно, вряд ли Ubisoft подсмотрела идею у Bethesda, но так совпало, что менее чем через две недели, 12 апреля, нечто похожее выйдет и для Far Cry Primal. Только в данном случае это не отдельная сложность, а дополнительная опция, которую можно активировать на любом из режимов. Но суть примерно та же. Например, нужно будет спать. Герой в течение дня постепенно устает, и ему необходимо время от времени восстанавливать силы, иначе он станет медленным и слабым. Уровень усталости будет видно на специальной шкале. Мини-карта будет убрана, ресурсов и животных в округе станет гораздо меньше, а если вас убьют, придется начинать всю игру сначала. Однако будет более щадящий вариант. По желанию можно начать игру с одной запасной жизнью, которую в случае смерти можно будет как-то восполнить. При этом быстрое перемещение по карте оставят, но герой при таких телепортациях будет серьезно расходовать энергию и запас еды. Ну и, что важно, животные-напарники в сражениях теперь будут по-настоящему умирать, а не просто терять сознание, чудом восстанавливаясь после повреждений. Но вроде бы их как-то можно будет успеть спасти, в случае чего. Также персонаж станет более чувствителен к холоду, ему необходимо будет греться у огня и заботиться о теплой одежде, если надумает саваться в заснеженные области. Материалы для крафта станут более дефицитными, а охота значительно усложнится, как и процесс приручения зверей, который теперь будет больше похож на поимку покемонов. Сначала вы должны одолеть хищника в битве, и только тогда он признает вас хозяином. Как и Survival Mode для Fallout 4, этот режим выйдет в виде патча. Поэтому, похоже, Far Cry Primal скоро станет именно такой, какой и должна быть игра про выживание в условиях дикой природы. The Division The Division, как и Far Cry, как и Assassin's Creed, как и Watch Dogs, начерчена по тем же привычным юбисофтовским лекалам. Меняется только антураж. Вместо вышек — убежище, вместо викторианского Лондона, предапокалиптический Нью-Йорк недалекого будущего. Вместо акробатов в капюшонах — борющиеся с вирусом агенты подразделения. Авторстепенные миссии выдаются типовыми безликими NPC. Только всё это — с кооперативом на четверых и системой прокачки, как в ММО. The Division обладает похожими проблемами, что и уже перечисленные три франшизы Ubisoft, но и теми же достоинствами. Тут, например, прекрасно реализованный город и действительно превосходная механика перестрелок. Вроде бы, The Division показала лучший старт за всю историю Ubisoft. За первые 24 часа было продано больше всего копий по сравнению с любой другой игрой компании. И всё бы хорошо, но гриндовых стрелялок с каждым годом становится всё больше и больше. Боимся, рынок скоро начнёт от них трещать по швам, как семейный бюджет из того анекдота. Hitman С Hitman выбран, конечно, смелый формат. Игру разрезали на семь эпизодов, и в марте мы получили первый из них, в который вошла всего одна миссия в Париже. Но огромная по масштабам. С одной стороны, по такому принципу успешно продаются игры Telltale, Life is Strange буквально вытащила своих разработчиков с финансового дна. Вполне неплохо на Xbox One чувствует себя Fighting Killer Instinct, доживший уже до третьего сезона. Но всё равно смело. В случае с Hitman может и не выстрелить. Что если половине покупателей начальный набор не понравится, и они не будут приобретать следующие эпизоды? Время покажет. Но бытует мнение, что лучше бы IO Interactive и Square Enix подавали это как ранний доступ. В апреле 47-й отправится в итальянскую Сапиенцо. В мае посетит Шумный Маракеш. Дальше будут в числе прочего Таиланд и США. А завершится история уже под конец осени, в Японии. Тогда и разберёмся, что вышло из всей этой затеи. Саморост 3 Маленькая чешская студия Amonita Design вместе с гейм-дизайнером Якубом Дворски известны прежде всего по Машинариум и Ботаникула. Эти две игры стали натурально шедеврами жанра point-and-click квестов. Но ещё задолго до их выхода Дворски выпустил диалогию Саморост. Первую часть 2003 года он сделал в одиночку, когда был ещё студентом. Это была простенькая, бесплатная флэш-игра. Причём разработал он её в качестве своей дипломной работы. Он учился в Академии искусств. Но там обычно к концу обучения студенты готовят короткометражный мультфильм. Дворски же решил выделиться из толпы и подготовил интерактивный проект на Adobe Flash. Преподаватели были озадачены и, почесав затылок, влепили ему четвёрку и выдали диплом. Спустя два года игра обзавелась полноценной коммерческой версией, и с неё у Дворски началась профессиональная карьера игрового разработчика. С тех пор минуло 10 лет. И вот перед нами то, ради чего Дворски всё это время оттачивал свои навыки — его дипломная работа третьей версии вместе с лучшей дипломной комиссией, самими игроками. Саморост 3 встречена настолько превосходно, что количество положительных отзывов в Стиме повисло почти на сотни процентов. Это один из лучших квестов, пожалуй, вообще за всю историю жанра. Вы нигде больше не найдёте настолько притягательной атмосферы, сочетающейся с прекрасным сюжетом и одной из самых волшебных рисовок в игровой индустрии. Need for Speed Март в целом стал месяцем PC-релизов. Помимо Far Cry Primal есть ещё две игры, которые с консолей долетели до компьютерщиков только в первый месяц весны. Одна из них — Need for Speed — переиздание самой популярной гоночной серии нулевых, которая в итоге превратилась в тень самой себя. Многообещающий перезапуск, на который авторам выделили дополнительный год, на деле оказался едва ли не самым низкооценённым проектом всей серии. Можно было бы ожидать, что за эти полгода авторы подтянут качество, и PC-версия станет ощутимо лучше, но на деле в целом никаких изменений. Да, конечно, график у компьютерного издания сильно лучше, есть поддержка рулей, лучше устроен мультиплеер, но это мелочи по сравнению со всё тем же некомфортным управлением, слабым искусственным интеллектом как гонщиков, так и полиции, и пустым, открытым городом, где нечем заняться. WWE 2K16 А вот PC-издание WWE 2K16 сложно критиковать, особенно с учётом того, что это на компьютерах лишь второй симулятор рестлинга за последние 10 лет. Иной альтернативы просто нет. Ну и последний сезон очевидно лучше предыдущего, как минимум потому, что тут до безумия огромный ростер из более 120 персонажей. Стала интереснее одиночная карьера, повысился интеллект оппонентов, вернулось несколько видов матчей, о которых в прошлый раз авторы предпочли забыть, включая Гэнди Кап и командный Торнадо, а в режиме 2K Showcase предложено в этот раз пройти путь Стива Остина. Мы бы перечислили и несколько недостатков, но какой смысл? Лучше WWE 2K16 симуляторов рестлинга просто нет в природе, а любого фаната WWE она полностью удовлетворит. EA Sports UFC 2 Игрой самой близкой по духу творению 2K Games можно считать EA Sports UFC 2. Любители рестлинга тут почувствуют себя особенно комфортно благодаря наличию Фила Брукса, более известного как CM Punk, который после 8 лет выступлений в WWE завязался спортивными развлечениями и решил покорить восьмиугольник. В реальности у него боев еще не было, поэтому EA Sports UFC 2 пока единственный способ увидеть панка в октагоне. Ну и Ронду Роузи поместили на обложку не просто так. Это первый в истории симулятор ММА, где в режиме карьеры можно играть с женщиной.